Дорогие друзья, с вами Елена, Прибалтийская дача. И сегодня мы с вами поговорим о выращивании чеснока. Да, ни у кого не удивишь, у всех разные способы, но результат бывает очень у всех разный. Я вам сейчас расскажу о взрывном подходе к высадке чеснока осенью, который принесет вам огромный урожай. Вот как вы видите, у меня чеснок весь, можно сказать, калиброванный. Головка весит около 100 грамм. Я считаю, что это очень хорошо. Зубчики, как вы видите, очень крупные. И этот метод у меня состоит как бы из двух. Значит, первое, это, естественно, что замачивание чеснока обязательно. Замачивание чеснока происходит вот в таких средствах, с такими средствами. Это эпин и циркон. Это прекрасные такие универсальные препараты, которые помогают нам, во-первых, очень увеличить корнеобразование. Во-первых, поможет нам в морозы сильные пережить чесноку этому. Во-первых, хочу сказать, вот эта эффективная защита от заморозков, еще весенних, как бы на будущее, тоже очень говорит о себе. То есть он у нас не пожелтеет. И вторая часть. Во-первых, я уже рассказывала и об эпине, и об цирконе. И сегодня у нас как бы вторая часть. Это подготовка грядки. Подготовка грядки для посадки чеснока. Значит, приблизительно надо, конечно, сделать, ну, за неделю, за две. Сейчас самое время. В конце сентября, в начале октября, кто-то весь октябрь, у кого какие погодные условия, мы будем сажаться в чеснок. Так что нам для этого надо? Как я уже сказала, это просто мощнейшее, мощное такое средство. Во-первых, я скажу, что это средство, можно сказать, по... Такой есть американский агроном, профессор Митлайдер. Вот по этому методу, вот у него есть два... Вот два сбора таких. Мы будем использовать с вами первый. Он состоит из медного купороса, бурной кислоты и таламитовой муки. Но, во-первых, чем хорош этот метод? Во-первых, он давно используется огородниками. Этот метод как бы на малых площадях вырастет большой и качественный урожай. Все это мы должны смешать. Вот этот первый сбор, вот видите, как он выглядит, вот я уже смешала. Значит, доломитовая мука у меня 3 килограмма. Во-первых, для чего доломитовая мука? Это, прежде всего, я вам хочу сказать, это из вискования кислых почв. Он обогащает почву кальцием и магнием. И вам хочу сказать, там, где особенно идут сильные дожди, у нас все равно почва не идеальна. Всегда она кислая. И чтобы кислости это не было, добавляют всевозможные средства. Я добавляю доломитовую муку. Во-первых, я вам хочу сказать, она очень ослабляет кислотность почвы. Безопасно экологически. Во-первых, положительно влияет на почвенную флору, высокоэффективно при раскислении, повышении плодородия почвы. И можно, конечно, пользоваться в течение всего сезона, но самое эффективное, как бы, внесение доломитовой муки, это осень. Значит, что нам понадобится, как я уже сказала, 3 килограмма доломитовой муки, бурная кислота, чайная ложка с горкой. Но в чайной ложке приблизительно 8 грамм бурной кислоты. Но с горкой это как раз вот этот пакетик, вот 10 грамм я высыплю в свою тару. И медный купорос. Медный купорос. Во-первых, вернемся к бурной кислоте, скажу, без бурной кислоты, если нет бора, друзья, в грунте, в земле, урожай снижается на 20-30%. Вы все знаете, что мы иногда опрыскиваем летом для хорошей завязываемости бурной кислотой, а здесь мы будем вносить в землю, чтобы тоже помочь нашему чесноку налить головку к весне очень хорошую. Это же тоже завязываемость. И медный купорос. Добавляем столовую ложку медного купороса, тоже с горкой. Это, во-первых, я вам хочу сказать, шикарный фунгицид, который предотвратит всевозможные заболевания, вредители. Его здесь немного. Вот на 3 килограмма, вот видите, он голубого цвета. Вот все это хорошо перемешивается и вносится в грунт за недельку, я сказала, за две до посадки чеснока. Еще вернемся к нашему чесночку. Мы с вами скопали грядку. Вот таким слоем я разбросаю, я просто кусочек показываю, доломитовую муку, ворная кислота и медный купорос. И потом вот так вот слегка мы заделываем все это. Вот чудесно, видите, как у нас все это заделалось. Все. И хочу вам сказать, если у вас не было дождя, и, ну, может быть, кто прогноз смотрит, не предполагается дождя, конечно, лучше грядочку хотя бы распалить, чтобы все это у нас заработало, когда мы начнем с вами сажать чеснок. Давайте еще раз повторим. 3 килограмма доломитовой муки, 10 грамм бурной кислоты. Это чайная ложка с горкой и столовая ложка с горкой медного купороса. Все. Это шикарный, можно сказать, состав по метлайдеру, который принесет, друзья, к нам большой и качественный урожай. Вот еще раз вернемся к нашему чесноку. То есть, как я хотела сказать, что две предпосылки для хорошего урожая. Это замачивание зубцов чеснока перед посадкой, прямо перед посадкой на 24 часа, и пином, и циркуном. И внесение за неделю вот этих препаратов. С вами была Прибалтийская дача. Всего доброго. И Елена. Рада вас всегда видеть на своем канале, друзья. Субтитры создавал DimaTorzok